Ведущие специалисты Казанского Федерального Университета прочитали лекции на играх будущего. Ученые КФУ разработали методику по выявлению закономерности формирования опасного вируса. Весна. Одно слово. А сколько смысла? Ждут ли ее студенты вуза? Всем привет! В эфире Юнивер Новости, а в студии Максим Мартынов. Уже завтра, 27 февраля, стартует онлайн-марафон, посвященный приемной кампании Казанского Федерального Университета. На протяжении трех дней представители вуза подробно расскажут о порядке поступлений в КФУ, новых направлениях, условиях обучения, студенческой жизни, а также ответят на самый волнующий вопрос абитуриентов и их родителей. Встречи пройдут онлайн в официальном паблике КФУ на платформе социальной сети ВКонтакте. Отметим, что автором идеи выступил Департамент по информационной политике Казанского Федерального Университета. С актуальным расписанием можно ознакомиться в официальном паблике вуза ВКонтакте. Авторы самых интересных вопросов по итогам каждого дня получат подарки. Мерч Казанского Федерального Университета. Не пропусти! Ждем именно тебя! Международный мультиспортивный турнир по киберспорту в концепции Фиджитал в самом разгаре. Ключевое место проведения – город будущего. Он представляет собой высокотехнологичное интерактивное пространство, микс физической активности и цифровой реальности. Для зрителей организованы разные тематические зоны развлечений. А в одной из таких прошли лекции представителей Казанского Федерального Университета. В наше время не только спорт, но и другие сферы жизни неразрывно связаны с технологиями. Трудно представить человека за день, ни разу не бравшего в руки телефон, или ни разу не пользовавшегося компьютером. Но пока мы зависаем в виртуальных мирах, наше реальное тело требует сбалансированного питания и внимательного отношения к себе. Поэтому серия научно-популярных лекций началась с выступления Ивана Киясова, заместителя главного врача по развитию, качеству и цифровой медицине университетской клиники КФУ. Он рассказал о проблемах нарушения циркадных ритмов у обитателей мегаполисов. Предложил поразмышлять слушателям над вопросом, что общего между нейросетью и Homo sapiens. Развеял миф о пользе дробного питания и дал пару советов, как сбалансировать прием пищи. Вот как только вы закончите универ, поступите на какую-то рутинную работу, вот там начинается проблема, потому что ежедневно повторяется один и тот же цикл. И чаще всего он ненормированный. Ты с утра просыпаешься, делаешь все то же самое, у тебя определенный ритуал. Попил кофе, сел на автобус, машина доехал до работы. На работе ты свои 8 часов, потом в пробке, потом домой, и около телека до победного, или там с компьютером, или еще что-то. Если посмотреть на это, как на биологическое животное, внешне отойти и посмотреть на человека, внутри человека жизнь кипит, у него на работе что-то происходит, у него в голове какие-то мысли крутятся, у него там вечером он телевизор посмотрел, погрузился в виртуальный мир, в игрушку поиграл и так далее. А если внешне, то его тело, оно бывает в течение года в одном и том же месте постоянно, ну в двух-трех местах постоянно. И здесь смысл в том, что все наши органы чувств, которые мы с детства развивали, это зрение, слух, обоняние и так далее, они начинают прикупляться. Наш мозг в этом плане перестает работать. И это потихонечку-потихонечку стагнирует нашу умственную деятельность и, в принципе, наше физическое состояние. Следующим выступил аспирант кафедры общей психологии Института психологии и образования КФУ Денис Давыдов. В лекции он обратил внимание на психологическую подготовку спортсменов, которая, по его мнению, не уступает по важности физической, так как часто даже те, кто постоянно занимает места на пьедестале, испытывают стресс, боязнь конкурентов, ошибок, шума трибун. Победа же требует полной сосредоточенности спортсменов. По словам спикера, нередко проблемы возникают и в командных видах спорта. Появляются разногласия, которые рассоривают ребят и отрицательно влияют на их результативность. Один из способов решения или предотвращения этого – проведение командообразующих мероприятий, которые будут улучшать настроение и понимание в команде. Это страх, неуверенность в себе. Наоборот, бывает самоуверенность, когда люди думают, что я сейчас приду и все выиграю, а совершенно все получается иначе. Это бывает неудовлетворенность, так скажем, результатом после, потому что очень часто бывает, что ты выступил, и ты недоволен, и как перебороть это, потому что для многих это просто бывает коллапс психологически такой, что ты потом не можешь выйти на ту трюк, на которую вышел. Банальный пример – вратар Ливерпуля Кариус, который в 2017 году участвовал в финале Лига Чемпионов, после его двух фатальных ошибок его команда проиграла, и потом психологически не отправился после травмы. Были другие примеры, наоборот, когда Милан в 2005 году проиграл стамбульский финал, тоже всем известный в футболе, 3-0 они выигрывали, потом проиграли в серии пенальти. Футболисты просто действительно не могли спать, не могли есть, по их словам, и они отправились от этого и выиграли Лигу Чемпионов либо там с другой команды уже, либо вместе с командой Милан, поэтому такое бывает. Кто-то просто умеет перебороть это, кто-то нет, и вот эти психологические барьеры, они встречаются как и до соревнований, так и после. Участники игр будущего тепло встретили экспертов Казанского университета. Лекции не заканчиваются. Следующая состоится уже завтра, 27 февраля. В 11.00 выступит директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский. Он расскажет, как использовать в профессиональной и личной деятельности то, что IT-сфера успела придумать для собственного развития. А уже в 11.30 директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Дмитрий Чекрин объяснит, что такое машинное творчество, на что способен искусственный интеллект и как различать произведения, созданные человеком и машиной. Мир технологий продолжает расти с каждым днем. Кто знает, может ты станешь тем, кто изменит нашу реальность на 180 градусов. Ждем именно тебя. Кристина Отекина, Николай Суховский, Универ Новости. Несмотря на то, что тяжелые времена самоизоляции вспышек эпидемии COVID-19 остались будто бы позади, а Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии этого вируса, он продолжает мутировать и представлять общественности все новые виды. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекции за первую неделю 2024 года на 100 тысяч населения составил 16,4% и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 56,4%. Эксперты считают, что новые штаммы за прошедший год не стали опаснее для человека и есть все основания предполагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных инфекций. О том, как ученые КФУ разработали методику по выявлению закономерности формирования вируса, узнаете подробно об этом в следующем сюжете. Ученые Казанского федерального университета не стоят на месте, работают над исследованиями и проектами, дарят миру все больше открытий. Не так давно команда специалистов в кафедре вычислительной физики и моделирования физических процессов создали оригинальную методологию, характеризующую распространение новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 на произвольной территории. В связи с тем, что штамп мутирует и заражает определенное количество людей по всему миру, вирус и аспекты, связанные с его появлением эволюции, а также с характером распространения вызываемого им инфекционного заболевания в человеческой популяции и способностью переходить в режим эпидемии, активно изучаются в настоящее время большим количеством различных научно-исследовательских групп во всем мире. Для чего наши результаты могут пригодиться в дальнейшем? На самом деле они послужат прочной основой, как нам кажется. По крайней мере, могут послужить для развития какой-то точной модели того, как ковид распространяется на определенной территории, например, на территории Российской Федерации. И уже когда у нас будет модель, когда у ученых будет модель, то можно уже будет делать прогнозы, связанные с тем, как он дальше будет себя вести. Когда будет очередная волна, как она пойдет, когда она закончится, при каких условиях она будет возникать. Созданная методология позволила выявить закономерности формирования волн ковида на территории России. Для этого открытия ученые КФУ использовали методику, которая применяется в статистической физике. Именно такой подход позволяет рассмотреть и проанализировать большое количество данных и таких параметров, как число вновь заболевших, тяжело больных, общее количество больных, процент выздоровевших и их всевозможные осложнения. Общество в условиях ковида рассматривалось как сложная система. Процесс прошел несколько этапов разработки. Вот удалось выявить, что для каждой волны такие критические значения существуют. Есть пороги, так называемые пороги. И при этом удалось оценить значение вот этих параметров. Числа заболевших и время, когда это число заболевших достигается. Это первый важный результат. Второй важный результат заключался в следующем, что есть определенное соответствие между вот этими значениями критических параметров для последовательности волн, которые регистрировались на протяжении трех лет. Во время разработки математической модели распространения новой коронавирусной инфекции при помощи выполненного анализа и соответствующих расчетов было установлено, что для каждой волны ковида имеется собственное значение критического количества заболевших людей, при котором распространение инфекционного заболевания переходит в режим взрывного роста, а также момента времени от начала развития очередной волны, при котором количество заболевших людей приближается к критическим значениям. И, наконец, выявляются вполне конкретные закономерности в значениях критических характеристик для последовательности волн ковида, указывающие на то, что развитие каждой последующей волны существенно зависит от предыстории, от того, как протекали и развивались предыдущие волны инфекции. К вам весна шагает бодрыми шагами, И сугробы тают под ее ногами, И черные проталины на полях видны, Видно очень теплые ноги у весны. Строчки Ирины Токмаковой достаточно точно описывать наступающую весну. О том, как студенты относятся к скорому потеплению, расскажем в следующем сюжете. Весна. Она обычно приносит с собой улыбку, любовь и нежность. Все процессы наступления лета начинают проявлять себя активнее. Быстрее тает снег, все больше теплеет, и с юга возвращаются перелетные гости. Для многих весна – это любовь, время, когда душа поет, время, которое заставляет людей задуматься о чудесах и о красоте природы. Именно поэтому мы обратились к студентам Казанского федерального университета с вопросом, насколько велико их желание снова окунуться в весну. Скажите, пожалуйста, ждет ли вы весну? Да, очень. Потому что я уже устала от зимы, мне надоедает этот холод, и я очень месивозависима. Я обожаю вот этот весенний вайб, когда ты носишь фальтишко, идешь с кофейком. Да, я очень жду весну, потому что уже холод очень сильно надоел, на улице скользко, холодно, надоели уже курточки, шапки, шарфы очень сильно. Весну жду, потому что очень сильно люблю этот весенний вайб такой, птички начинают петь, все цветет. Безумно нравится это время года. Потому что солнце светит ярче, настроение улучшается. Естественно, я жду весну. И поскорее бы уже лето, отдыхать, купаться, речка, все такое. Вот, конечно, жду я. Результат опроса очевиден. Большая часть студентов находится в трепетном ожидании потепления и, конечно, весны. Однако не стоит спешить с выводами. Любимое время года у каждого свое. Кому-то ближе зима с ее суровыми снежными метелями, кому-то мягкое и солнечное лето. Однако среди двух температурных крайностей присутствует и сама весна. Пора пробуждения природы, когда деревья распускают свои нежные почки, а цветы раскрываются во всей своей красе. Веселое щепетание птиц наполняет воздух свежестью и радостью, а теплое солнце ласково обнимает все вокруг. А любимое время года какое? Наверное, весна. Любимое время года – это лето, конечно же, потому что отдыхаешь, ничего не делаешь и ничего, ну, как бы, как сказать, не чувствуешь вину за то, что ничего не делаешь. Лето. Потому что я отдыхаю. Вот. Да, я очень люблю весну и лето. Зиму не очень, но хоть я и родился зимой, ну, так себе. Вот лето – это реально круто. Лето. Почему именно лето? Ну, и летом я обожаю ездить на море, так тепло, солнышко светит, вообще классно. Легкая одежда. Осень. Осень, а потому и многие. Потому что дожди, холодно. И пусть февраль еще не перелеснул последнюю суровую зимнюю страницу, пусть где-то еще лежат сугробы белого снега, в душах людей теплится надежда и ожидание скорейшего наступления весны, которая принесет с собой новую жизнь и надежду, наполняя сердца радостью и вдохновением. Это время возрождения, время радости и искренних улыбок, которые заставляют нас забыть о зимней холодной печали и погрузиться в волшебный мир цветов и ароматов. Впереди веселая и теплая пора года, которая напоминает нам о вечном цикле жизни и природы. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиа коммуникации Казанского федерального университета прошла встреча студентов ВУЗа с помощником РАИСа Республики Татарстан, руководителем Республиканского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Тимур Сулейманов рассказал о студенческих годах, совмещении учебы и общественной деятельности. Далее студенты подняли одну из ключевых тем встречи – «Движение первых». Руководитель Республиканского отделения поинтересовался у ребят, является ли кто-то участником мероприятий и движений. На что получил множество положительных ответов по истории студентов, которые рассказали, как к этому пришли. В завершении встречи Тимур Сулейманов рассказал об учащемся о своем личном пути, о становлении и точках роста. Всероссийский конкурс научных работ имени Николая Ивановича Лобачевского проводится общественной организацией Лига студентов Республики Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и регионального общественного движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан. В нем могут принять участие как студенты, так и магистранты вузов, а также учащиеся профессиональных образовательных организаций. В числе основных задач конкурса – повышение интереса молодежи к научно-исследовательской работе в рамках основного обучения и в процессе самообразования, формирование кадрового потенциала для исследовательской, производственной, творческой и административной деятельности, поддержка талантливой молодежи. Конкурс проходит в несколько этапов. Церемония награждения победителей состоится 27 апреля. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Казанского федерального университета. На этом все. В студии был Максим Артынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok